Я вижу, что у нас в стране работают бассейны, работают спортзалы. Да, слава Богу, в фитнозалах уже разрешили пользоваться душем и раздевалками, то, что было запрещено изначально. Меня интересует вопрос открытия городского стадиона. Понятно, решением национальной комиссии они запретили их открывать, возобновлять их работу. Мы не говорим сегодня про то, что туда могут начинать ходить болельщики, проводить там какие-то съезды верующих, партийные, либо какие-то другие. Но элементарно, наш центральный стадион, я не берусь давать оценку стадиона в других городах, но у нас преимущественно полгорода туда вечером приходит бегать. Особенно в прошлом году, как мы начали включать в вечернее время освещение, чтобы людям было светло, то есть там до поздней ночи реально люди бегали с раннего утра. Я понимаю, что закрыт зал борьбы, школа бокса. И где-то с этим могу согласиться, потому что борьба это контакт. Ну то есть это контактные виды спорта, там толкаются, обнимаются, дергают друг друга за руки, за ноги и так далее. Но когда люди бегают на стадионе, я не могу понять, бег на тренажерах с использованием социальной дистанции в спортивном зале и бег на открытом воздухе вокруг стадиона. Там же нет кружков по бальным танцам, по борьбе турниров и так далее. В чем вопрос, как можно это сделать? Это решение нашей местной комиссии, которая в очередной раз будет в разрез в национальной комиссии. Или есть какие-то другие пути, потому что я молчал 4 дня, я не комментировал ни свадьбу сына премьер-министра, я не хочу лезть в семейные истории. Но у нас свадьбы свадьбами, но фитнес-зал работает, даже у нас в Бельсах. Да, с соблюдением этих же требований. Если мы открываем городской стадион, и бельчане там будут бегать. Я вижу, там многие семьями бегают, и молодые. То есть, начиная молодежью, заканчивая пенсионерами, которые занимаются спортом. И от того, что я не бегаю каждое утро, каждый вечер, не знаю, что не должен бегать весь город. Есть спортсмены, как Григоришин, как Татьяна Анатольевна. То есть, люди, которые хотят... И это у нас в центре города огромные выходы. У нас не то, что там узенькая какая-то, узенький тротуар. То есть, там входы, выходы там... К тому же бесплатно. Да, и он бесплатный, да. Само постановление, кажется, номер 27, оно предусматривает, что запрещается уже нахождение на спортивных площадках. Может быть, обратиться в адрес комиссии национальной, да, чтобы они, как бы, может, дали пояснение, спортивный стадион, как само сооружение, будет подходить под спортивную площадку, в которую они дали определение в своем постановлении. Или все-таки на стадионе можно. Или, по крайней мере, они при издании нового своего постановления уже примут наши замечания и предложения по занятию спортом на открытом воздухе. Если можно добавить, несколько ранее было одно из решений национальной комиссии о том, что разрешено на стадионах, которые аккредитованы определенными спортивными школами. Да, спортивный процесс, тренировочный процесс, он разрешен определенным федерациям. Есть спортивный, правильно вы говорите. Тренировочный. Тренировочный разрешен, но там указано при закрытии, закрытых дверей, закрытых трибунок, туда люди, туда люди, туда люди, которые проходят. Они ранее разрешили на открытых спортивных площадках тренировочный процесс, а сейчас буквально недавно и разрешили в закрытых помещениях осуществление тренировочного процесса. Значит, таким образом, Николай Николаевич, нам вообще не нужно принимать ни местное решение, ни ждать национального. Если стадион, как объект, уже открыт, значит, мы просто там включаем свет по вечерам, потому что мы не проводим там спортивных мероприятий. Это люди ходят вокруг стадиона и бегают. То есть, он, де-факто, от нас только требуется открыть замок и ни у кого не просить никаких, ни разъяснений и так далее. Но согласно этому постановлению, вообще нахождение на спортивных площадках запрещено. Правильно, Виталий Миршин. Спортивная площадка, это там маленькие коробки, запрещено же найти... Но это перевод на русский язык. В молдавском варианте тереновый спортивный. Тереновый спортивный, да, спортплощадка. А это не спортплощадка, это стадион, и вокруг него беговые дорожки. Поэтому... Я могу, Леонид Георгиевич, вам сказать, что даже вот эти спортивные площадки, которые мы с вами открыли нового типа, их сломали сами люди. Просто сломали ворота, выломали сетки, и они туда заходят сотнями детей. Это не удержать. Поэтому то, что ходят вокруг стадиона по тротуару, и они будут ходить вокруг стадиона по беговой дорожке... По беговой дорожке, понятно. Значит, давайте тогда мы делаем так. Мы просим у них разъяснение. Ну, значит, ворота мы на стадионе открываем. Значит, дайте указание, пусть включат освещение. У нас до скольки был открыт стадион? До 10 или до 11? До 22 часов. Значит, до 22, сейчас у нас темнеет, скажем так, то есть 8 часов уже сейчас должен гореть свет, потому что после 8 уже темнеет. То есть не ждать пока будет ночь, чтобы люди там ломали себе ноги при входе. И по этим спортивным площадкам-коробкам. Я согласен, что, еще раз, борьба, танцы, но это там, где люди там друг друга держат за руки, контактируют и так далее. Но спортивная площадка, где можно там отжиматься. Вот дети же, смотрю, я стою. Вот этот комплекс, который я построил, этот воркаут в парке, там дети сидят на этих турниках и так далее. Бедным некуда ходить. Но стадион у нас просто шикарный обед, который посещает сотни бельчан каждый день. Поэтому, значит, ворота открываем, держим. Если придут, будут выступать, там, всякие Валеры будут задавать вопросы, ничего страшного. На моей работе это никак не отразится. Я приеду, включусь. Но у нас ворота открыты. Мы не пускаем болельщиков, то есть не устраиваем никаких там семинаров духовных и так далее. То есть во время футбольных матчей ворота закрыты. Да. Как согласно региону, да, без болельщиков. Да, без болельщиков. Что касается прогулки вокруг стадиона, то я понял задачу, мы его открываем. Из 20 часов мы включаем электроэнергию до 22 часов. Да, и это, Виталий Михайлович, свяжитесь юридическим управлением Федерации футбола, все-таки у нас нет никогда, ну, кроме каких-то там исторических матчей, их назовем, да, то есть у нас никогда нет 100% заполнения ни в Бельцах, ни во всей стране. В Бельцах еще ходит больше всего людей на футбол. То есть у нас их можно сажать на расстоянии даже 2,5 метра друг от друга. Я имею в виду, то есть количество болельщиков и количество сидячих мест, количество сидячих мест превышает в разы. Созвониться может быть с ними, может быть будет какое-то совместное письмо там, от нас одно, от них другое. Я имею в виду, касаемо, то есть это давайте с ними согласовывать. А после того, всего того, что я увидел в течение последних 4 дней в Кишиневе, послушайте, я езжу по районам, я был в некоторых районах, где я видел одну маску на район. То есть, и неважно, рынки, торговый центр и так далее, это просто ужасно. И еще раз, мы не можем брать на себя ответственность, там комментировать то, что касается закрытых помещений, но бегать, как говорит Григоришин, либо бегать по тротуару вокруг стадиона, либо по дорожке внутри стадиона. То есть, это самое. Просто вот сейчас даже шли, когда открывать эту мемориальную доску, кто-то бедный бегает между домами и так далее. То есть, люди хотят заниматься спортом, если у них нет денег на фитнес, то они сидеть должны ожидать дома, пока все в Молдове переженятся, и потом откроют. Николай, сегодня открываем. Значит, для всех бельчан, те, которые смотрят нас в эфире, и довести информацию, что просто открыты ворота, а люди увидят, что горит свет по вечерам, и это для них уже будет сигнал, что можно заниматься. Значит, спортивные площадки, там же есть, например, теннисный корт тот же, да? То есть, мы не открываем же там теннисный корт или другие объекты, которые есть на стадионе. Мы не открываем зал борьбы, мы не открываем зал по боксу. Хотя я бы открыл зал по боксу, зал борьбы и танцы открыл бы, потому что люди, которые занимаются больного танцами, дети. И вот я вчера на муниципальном совете как раз выступал спортсмен Евгений Левченко, и он сказал, что если человек 13-летнего возраста перестал заниматься, не повышая свое мастерство, говорит, он может уже забыть о каких-то... Хорошо, давайте тоже рассмотреть, пригласите преподавателей на свежем воздухе, и можно заниматься? Ну вот, я за танцы говорю, конкретно за больные танцы. На свежем воздухе же можно заниматься? Да, у них, естественно, там покрытие специальное для их больных, обувь специальная. Я пригласил на завтра Вероню Константиновичу, и сказал, что надо будет посмотреть по всему... Переговорите завтра с ней, бомбите Кишинек. Если бы просто был молчать... Я посмотрел, у нас занимается больными танцами больше трех тысяч человек в муниципе. В городе? В городе. Больше трех тысяч детей. У них условия. У нас только коллектив максимум есть, 400 человек. Хорошо. Значит, завтра она отдаст информацию, выходите на Кишневе и не ждите. Потому что для меня самое большое удивление было две недели назад, когда я узнал, что из-за социальной дистанции и в рамках борьбы с коронавирусом были закрыты тиры в поле, стрелковые. То есть не закрыты, а тиры в поле. Даже без коронавируса там расстояние минимально 5 метров на стрелковой позиции друг от друга. Их две недели назад только открыли. Они, оказывается, все это время были закрыты. Я просто давно не ходил. И так далее. Поэтому давайте на них выходить, пожалуйста. Виталий Мирс, да, подготовить и по танцам. Ну как-то, ну как. Я посмотрел, кстати, начиная нашим бассейном в Бельцах, вот в свободной экономической зоне, заканчивая всеми коммерческими бассейнами в Кишневе, там как на море в 80-м году в Затоке. То есть просто битком людей. То есть их огромное количество ходит. Никто не соблюдает социальные дистанции. Да, это плохо, что не соблюдает. Но проблема в том, что их пускают везде. И сегодня работает, в Кишневе работает половина клубов. Да, в Бельцах у нас мы открыли только террасы. Ночью те рестораны, которые имеют террасы и так далее. Но у меня такое ощущение, что коронавируса как будто не было, потому что я видел. К сожалению, это плохо, что происходит, но те объекты, которые логически надо открывать, давайте их открывать.